Более 1 миллиона 300 тысяч новосибирцев с августа этого года могут претендовать на денежную компенсацию резкого повышения тарифов ЖКХ. Столько людей проживает в муниципальных образованиях, где рост превысит федеральный норматив. Правда, получат так называемую адресную социальную выплату или АСВ далеко не все, а ее размер некоторых может разочаровать. Сегодня в региональном министерстве социального развития рассказали новые подробности порядка возвращения потраченных денег. Получить компенсацию может только собственник жилья за свою квартиру и только если он в неофициально прописан. Еще одно условие – отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг. При этом заплатят только за тот объем услуг, который был потреблен в декабре 2016 года. Если, например, холодной воды жители летом истратят больше, то в расчет это не попадет. 457 тысяч льготников получат выплаты автоматически без подачи заявлений. Им вернут сумму повышения за вычетом 4%. Для остальных жителей области сумма будет вдвое меньше. Заявления на компенсацию будут принимать с 1 августа до 31 января 2018 года в отделениях судзащиты. При этом компенсацию выплатят в полном объеме за весь период, независимо от даты обращения. Если 1 372 тысяч граждан придут 1 августа в наши отделы пособия, то, наверное, это будет неправильно. Поэтому в постановлении четко прописано, что мы делаем расчет с месяца обращения. Обратиться в августе с августа, обратиться в сентябре. Мы в сентябре запросим все эти сведения у поставщиков и сделаем их с августа месяца.